К нам присоединяется Иван Ступак, военный аналитик, сотрудник СБУ в 2004-2015 годах. Иван, рады приветствовать вас. Да, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за приглашение. Итак, давайте начнем со слов Кирилла Буданова. Все-таки это необходимость для россиян, необходимость мобилизации или все-таки уменьшение интенсивности боев? На что пойдет Россия? Ух, сложный вопрос. Сама Россия не знает, на что она пойдет. Потому что, смотрите, мобилизация об этом вопросе, этот вопрос давно уже циркулирует в российском обществе. Вспомните, пожалуйста, вот сейчас выборы Путина пройдут и сразу как ударят мобилизацией? Нет, не вышло. Потом было пояснение, а, ну скорее всего там же будет инаугурация, день победы, 9 мая, тра-та-та. До этого нельзя, наверное, после точно будет мобилизация. Прошли эти даты, мобилизации нет. Смотрите, в чем нюанс? Придворные российские экономисты, не те, которые находятся в Экзиле, которые находятся там в Польше, в Лондоне, в Вашингтоне, которых можно там как-то упрекнуть, возможно, за необъективность, но те, которые находятся в России, они боятся одного большого момента, что Российская Федерация проиграет не на поле боя, она проиграет именно экономически. Экономически сюда входит всё. И курсы рубль, доллар, евро, иена, юань, и обход санкций, и трудовые ресурсы, которые доступны. То есть они боятся, что проиграет не военным путём, а именно экономически, что экономика рухнет. И под завалами похоронятся все ожидания, все стремления к тому, что они хотели достичь. Завоевать Украину, показать НАТО, что они сильные, или ещё дальше пойти, до Вашингтона дойти, неважно. Смотрите, по трудовым ресурсам, не от хорошей жизни российская власть начала набирать на работу и отдавать предпочтение несовершеннолетним, потому что идёт большой перекос в кадрах. То есть кадров капитально не хватает. Мы в предыдущие разы с Вами говорили о том, что в Российской Федерации наблюдается невероятно низкий уровень безработицы. То есть природный уровень 3%, ну и, как правило, везде это выше. 3,5, 4, 5, где-то там 7, 12, это много считается. Но вот 3 — это природный, а в Российской Федерации он ниже 3. Мы говорили с Вами тогда, что это было 2,8, сейчас называется 2,6. То есть это такой уровень, который теоретически не может наступить. Ну нет такого. Как может быть такой уровень безработицы низкий? Получается, что всё население трудоустроено? Ну ответ простой. Все те вояки, которые находятся на фронте российской армии, они являются трудоустроенными людьми. Все трудоустроенные. Погиб, ну считается, погиб на производстве. Ну концептуально, ну на производстве, потому что он где-то там занимался, но он ничего не производил. Российская экономика ничего не производит. Сейчас кадров катастрофически не хватает. Поэтому отдаётся предпочтение, снова, несовершеннолетним. Поэтому, если резюмировать, я думаю, вопрос мобилизации вообще, он равен экономическому поражению Российской Федерации. Ну вот как раз по поводу трудоустройства рабочих рук. С этим связан и мой следующий вопрос. На 180 тысяч Путин приказал увеличить численность армии. То есть это минус 180 тысяч из экономики. То есть это дополнительная нагрузка на экономику, чтобы этих призывников или кого там, контрактников, мобилизованных обеспечивать. И минус 180 тысяч для рабочих рук, для того, чтобы поддерживать эту экономику. Но, если я не ошибаюсь, год назад тоже приблизительно такая же цифра была с увеличением численности армии, по-моему, 170 тысяч, да? Как вы с этим справились? И справятся ли в этот раз? Ну, вы правильно говорите, повышается снова количество людей. Ну, вернее, увеличение армии происходит на 180 тысяч человек. Последний раз это было в декабре 2023 года. Но, по большому счёту, это не увеличение армии, это поддержание её в текущем составе. То есть, смотрите, если, например… Ну, давайте такой примитивный простой пример. Если из большой пивной бочки постоянно отхлёбывать, ну, вернее, черпать кружками пива, то рано или поздно уровень бочки упадёт до непринятного уровня, то есть он будет очень низкий. Что проще сделать? Проще увеличивать бочку. Я говорю, что, слушайте, мы увеличили тут бочку, а на самом деле количество пива там остаётся просто неизменным. И вот это вот всё увеличение российской армии, оно просто позволяет держать количество российского личного состава, российской армии на одном количестве, то есть на одном уровне. Потому что постоянно идут траты, потери, и Кремль не может сказать. Мы тут набираем новых людей, потому что, к сожалению, почти 180 тысяч человек мы прямо или посредственно потеряли на украинских фронтах убитыми, ранеными, средней тяжести, тяжело раненые, пропавшие без вести, пленные. Ну, никто же признать не может. Проще сказать, мы увеличиваем именно армию, а количество людей ещё раз остаётся неизменным. И да, действительно, если эти 180 тысяч человек, как планируется, если получится, будут выдернуты из экономики, кем заменять, ну, скорее всего, будут снова несовершеннолетними, женщинами будут заменять, пытаться. Уралвагонзавод, ключевое предприятие по производству российской тяжелотехники, по-моему, пару недель назад объявил об увеличении зарплаты на 30% и от хорошей жизни. То есть если бы количество рабочих было неизменным или там много желающих было прийти на работу, никто бы не увеличивал заработную плату. То есть заработная плата увеличивается тогда, когда есть проблема с людьми. Поэтому вот мы наблюдаем такую картину. И скоро мы начнём говорить о потерях не на фронте, не только на фронте, но и на производстве. Люди работают на износ, получается, так? Нет, это даже очень важно. Смотрите, кажется, ну, сутом-то экономика. У России столько денег, столько всего. Но обратите внимание, Советский Союз, он же коллапснул за чего? Не из-за того, что он проиграл на поле сражения, хотя у него танков всего было в разы, возможно, в десятки раз больше, чем у всего того НАТО, которого так сильно и страшно боялись. Он же проиграл экономически, потому что не выдержала экономика. Она лопнула. Люди хотели пепси-кол, как я говорю, хотели джинсы Левайс, хотели смотреть фильмы на Видике. Видик, Видик, это же целая история была. А не вот это вот всё унылое, серое, генеральный секретарь, Коммунистическая партия и так далее. Поэтому экономика очень важна. Кстати, давайте так. Чтобы далеко не отходить от станка, показать, что Российская Федерация очень хорошо погрузила Советский Союз, погружается. Сегодня наткнулся на такую интересную новость. Казалось, ну действительно, по ней показалось на первую секунду, что это какой-то там Советский Союз. В Российской Федерации было накрыто органами полиции, внимание, нелегальное, нелегальное, производство, чего производство? Пепси-колы. То есть нелегальный цех по разливу пепси в Российской Федерации. Ну, попахивает Советским Союзом. Представляю вкус этой пепси-колы. Я продолжу цитировать главу нашей разведки. Россия исчерпала все запасы СССР, однако вышла на серьезный уровень военного производства по некоторым номенклатурам. Это Кирилл Буданов сказал на форуме Ялтинской европейской стратегии. Так вот, по его словам, Россия надеется, согласно своему плану на 2024 год, построить 12 новейших истребителей Су-57. И, кроме того, в намерениях Москвы произвести 149 танков Т-90М прорыв. Так вот, что... Не слишком ли малы эти цифры? И с другой стороны, ну, не летают над фронтом, насколько я знаю, ни Су-57, ни прорыва. А если появляются, то их там так же успешно уничтожают. Не проще ли делать что-то подешевле, ибо быстрее отправлять на фронт? Почему вот именно об этом речь идет у заявлений Буданова? Так, вот вы мне сказали про Су-57, самый современный самолет Российской Федерации. Если не ошибаюсь, было произведено порядка 10 экземпляров, уже есть. Но, опять же, те данные последние, которые у меня имеются, по состоянию там на несколько месяцев назад, наблюдали серьезные проблемы с двигателями для этого самолета. То есть двигатель был недоработан, он был очень сырой, и вопрос о серийном производстве этих самолетов сильно не стоял. Возможно, предполагаю, что Российская Федерация смогла все-таки решить этот вопрос, не знаю, там, импортозамещение, нано-будущее, какой-то нанотехнологии. И теперь он летает. Ну, окей, посмотрим. 12 самолетов — это амбициозно, вопросов нет. Потому что партии, которые передаются обычно, это там 2-3 машины, их производят, ну, обойти санкции. Еще раз, санкции негерметичные, санкции нельзя законопатить всю Российскую Федерацию, могут привозить электронику. Вопрос, имеет ли она военное предназначение, можно ли ее ставить там на вот эти вот самолеты, как она будет себя вести, не готов сказать, посмотрим. По поводу танков. Тоже амбициозно, 100 танков. В принципе, это было так, в мирные времена. По-моему, это Индия в мирные времена по российской лицензии производила сотню танков Т-90. Сейчас военные, такие очень кровожадные времена. Есть ли возможность обходить санкции? Ну, опять же, снова есть. Вполне возможно, что произведут какое-то количество. Я не думаю, что именно 100, там, сколько, 120 штук. Что интересно, вообще, вот если бы так, мы еще чуть-чуть выше поднимемся над эту тему, что планы — это здорово. Все звучит классно, все звучит очень перспективно. И вот я вам скажу еще один план, который есть в Российской Федерации на ближайшее время. Это запустить свой русский, внимание, Starlink. Аналог Starlink. Вот что-то выдумать такое. Я не знаю, как они назовут его. И вопрос, зачем? Ну, ведь доступ к интернету замедляется, YouTube замедляется, ресурсы блокируются. Зачем им Starlink? Ну, вопрос остается открытым. На запуск этой программы планируется 5 миллиардов долларов. И запустить, внимание, всего, всего, там, с дополнительными спутниками, порядка под 400 спутников, вот, вывести на орбиту, чтобы они работали. Там, по-моему, 290, чтобы запустить систему. И еще там под сотню для того, чтобы, там, менять какие-то, которые выходят из строя. Ну, амбициозно звучит. Другой вопрос, смогут ли сделать? Ну, тут уже есть какие-то сомнения. Ну, будем надеяться, что функционал российского Starlink будет такой же, как вкус российской Pepsi. Иван, с экономических вопросов, но тянет меня все-таки с вами поговорить о вопросах боевых, о ситуации на поле боя. Курская операция как-то может откорректировать планы россиян на лето 2025 года? Я прошу повторить вопрос, потому что немного зависла картинка, я не услышал его. Курская операция вооруженных сил Украины может ли как-то подкорректировать планы россиян на лето 2025 года? Сложный вопрос. Я вижу, что Российская Федерация стремится как можно быстрее разобраться с этим вопросом Курска, Курской области, закрыть его. Пытаются как можно еще раз большим количеством личного состава выдавить украинские войска оттуда, вернуть контроль над этой территорией для того, чтобы снова освободить свои ресурсы для проведения активных, еще более активных операций на других направлениях Украины. А это действительно есть. Другое дело, что это пока не удается, хотя ресурсы брошены и контрнаступательные действия мы видели очень серьезные в районе населенного пункта Снагость, вот такой вот населенный пункт. И там Российская Армия, судя по картам Deep State, которые наши аналитики обновляют, им удалось все-таки пройти, какую-то часть территории вернуть. И сегодня я видел множество заявлений от российской пропаганды, что очередное село, очередные села освобождены. Но, опять же, нет четкой линии разграничения на этой линии фронта. Украинские военные действуют мобильно, точно так же, в принципе, как и Российская Армия, быстро передвигается, если натыкается на сопротивление, быстро прикрощает боевые действия, то есть не привязаны к каким-то географическим координатам. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, сейчас трудно предположить, насколько сильно это может затянуть Кремль или затянуть российский генштаб в сам Курск. Сколько они готовы усилий положить. Просто смотрите, может быть, расчет какой. Действительно, быстро-быстро-быстро верните Курскую область. А если с первого раза не получилось, мы продолжаем быстро-быстро. Или можно оставить в таком лайтовом режиме. Ну, как получается, так получается. С первого раза не получилось, давайте постепенно, планомерно давить, правильно распределяя свои силы. Или, наоборот, будет команда от Кремля еще быстрее, в два раза быстрее, в три раза интенсивнее. Возьмите лучших из лучших, так лучше из лучших зализывают раны. Возьмите лучших из худших, приведите их с других фронтов. Чхать мы хотели, например, на Харьковское направление, выбить их из Курска. То есть от вот этих вот хотелок зависят и будущие планы Кремля, и будущее внедрение в жизнь этих планов. Из-за опасения дальнобойных ударов Украины западным оружием россияне отвели, как говорят в институте изучения войны, 90% своих самолетов за радиус действия этих вот ракет. Тут вот появилось сообщение, что из Новороссийска россияне отводят флот, ну, судя по всему, куда-то там в район Геленджика. Конечно же, промедление с этим многострадальным разрешением – это плохо, но, как видим, есть и некая польза. Вот как вы считаете, есть ли от этого какая-то польза, что вот наши союзники тянут, а россияне оказываются все дальше и дальше своим вооружением от Украины? Тянут, потянут и вытянуть не могут. Смотрите, когда говорят 90% забрали, там, ой-ой-ой, так, секундочку, там же остается 10%, ну, а что, 10% это не число, это более чем серьезное число, если мы говорим за авиацию. Давайте так, просто арифметически, очень грубо, очень не точно, но арифметически считать, сколько у России было самолетов на момент начала войны. Мы не берем там количество сейчас, ну, на момент начала войны. Су-25, основные самолеты, которые на линии разрешения используются только по открытым данным. На день начала войны у них было под 1100 штук. Су-30, 650 единиц. Су-34, порядка 140. Су-35, порядка 120-130 штук. То есть, если это все суммировать, еще раз, очень грубо, очень арифметично, то 10% вот, ну, и выходит сотня самолетов. А что, мало что ли? Ну, это очень хорошая цифра. Мне она нравится на самом-то деле. С другой стороны, да, Российская Федерация отведена далеко, но аэродромов, на которых можно разместить такое количество, не так уж и много. И такая вот метафора, что те самолеты, которые отведены далеко от Украины, они будут очень тесно размещены на аэродромах, как воробьи на ветке. В принципе, с другой стороны, тогда возможно их доставать, ну, не то чтобы без особых проблем, но намного проще, украинским вооружением, украинскими дронами, которые могут там, быть начинены шрапнелью, взрываться недалеко от самолета, максимально их повреждать, повреждать их авионику, электронику, систему управления разные и выводить их из строя. То есть, в принципе, для Украины тоже остаются разные пути для использования своего арсенала. Иван, спасибо, что присоединились к нашему эфиру, спасибо за эту беседу, всегда рады видеть вас на Фридом. Иван Ступак, военный аналитик, сотрудник службы безопасности Украины в 2004-2015 годах, был с нами на связи. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.